Сегодня я предлагаю поговорить о восточных практиках оздоровления. Одну из них я вам расскажу. Это называется методика 5 кибетцев. Второе название Око-Возрождение или Око-Откровение. И расскажу, как все это можно дополнить дыхательными методами по Гимхофу. Оставайтесь, будет интересно. С Око-Возрождение я познакомился еще давным-давно. Еще будучи подростком, попадалась книжка, и я ее практиковал какое-то время. Но все время меня мучили сомнения. Вот выбрать, к примеру, вот эту гимнастику, которую делаешь утром. Или другую, там, какую-нибудь, йогуртскую, суринамаскар. И такие бывают моменты, что начинаешь делать и бросаешь. И вот я по этому поводу хочу рассказать именно 5 таких основных важных причин, почему нужно делать, на мой взгляд, эту методику. Это чуть позже, а сейчас предыстория. Что же такое 5 кибетцев или Око-Возрождение. Была такая легенда, что лет 100 назад один из полковников, по-моему, Америки, звали его Питер Кэдлер, он отправился в Тибет. Въехал туда довольно-таки больным и старым. Там его научили проистейшим упражнениям, состоящих из 5 основных упражнений и одного дополнительного. И он делал эти упражнения, вернулся назад, помолодевшим на 20 лет. Такая вот легенда. Он написал книгу и все начали делать это упражнение и хвалебные воды рассказывать, какая классная эта методика. Методика и правда неплохая, я ее пробовал, как видите, мне под 40 лет, я не такой уж старый. Но не думаю, что это именно от этой практики, которую я то начинал, то бросал. Возможно, есть и другие методы. Что касается, как делается эта практика, вкратце расскажу. Первое упражнение – это нужно встать и вокруг оси вращаться. Количество вращений постепенно с каждой недели увеличивается. Сначала начиная с 3 вращений, доводится до 21. Второе упражнение – нужно лечь на спину, ноги поднимаем вертикально, как будто пресс качаем, только ноги вертикально поднимаются, голова к ногам идет на вдохе, на выдохе опускаем. Тоже таких повторов от 1 до 21. Третье упражнение – нужно на коленке встать, выпрямиться ровно. И отводим назад, именно прогибаемся выше поясницы в грудном отделе, руками себе помогаем. На вдохе, как грудную клетку, расправляем, получается, на выдохе голову вниз. Третье упражнение – нужно сесть, выпрямить ноги, поставить руки на пол и так вот выгнуться, как на картинке нарисовано. И на этом движении зафиксироваться, задержаться и напрячь свое тело. Потом вернуться в исходное положение, тоже сделать соответствующее количество повторов, перейти к пятому упражнению, когда начинается так из позы ковры, немножко выгибается человек в позвоночнике. И выпрямляется, складывается в другое положение, которое указано на картинке. То есть получается то позы ковры, то позы такого треугольника на руках и ногах. Вот это пять основных упражнений, которые считаются, что приносят неимоверную пользу здоровью, оздоравливают и много на эту тему информации есть. Еще есть дополнительное шестое упражнение, я не буду про него рассказывать, оно там супер дыхательное и уже там приводит людей к духовности. Пока моя тема сегодня здоровье, и вот я считаю, что можно делать именно пять вот этих упражнений вместо или вдобавок зарядки утром, и это дает определенную пользу. Какую пользу, сейчас я вам расскажу. Первая польза, которую я вижу, если делать эти упражнения, это именно тренировка воли и намерения. Почему я с нее начал? Ну, потому что я психолог, наверное, поэтому. И потому что считается, что этот комплекс, если вы начинаете делать хотя бы раз в жизни, то желательно его делать до конца жизни, не бросать. Если вы начали и бросаете, то польза от этого аннулируется, а может даже и становится хуже. То есть, какие есть легенды, кто верит в силу упражнений. Я на своей памяти начинал бросал, никому не советую бросать. И вот сейчас у меня новый этап. Я уже, наверное, в третий раз или в четвертый опять начал делать. Восстанавливаюсь после болезни, помогает, да. Но вот именно тренировка намерения в этом и заключается. Что если какое-то дело, мы берем и делаем его несгибаемо, без перерывов, даже если не хочется его делать, все равно себя заставляем делать каждый день на протяжении длительного времени, то тренируется наша воля и намерение. И я вам, конечно, рекомендую тренировать намерения, как с помощью других целей, которые вы достигаете, так с помощью данного метода. Тренируйтесь каждый день. Второе, что я хочу сказать, это, конечно же, здоровье. Здоровье от этого комплекса только улучшается. Вот как мышцы все прокачивают, связочки работают. То есть, тонус определенный от него есть. Очень круто после него себя чувствуешь. И с утра дает заряд бодрости. То есть, в плане здоровья отличная тема. Рекомендую. Третье, что я могу сказать, это выносливость дает. Такое качество, как выносливость. Потому что многоповторка, без отягощений, работает именно на аспект выносливости. Можно с этим тренировать. Есть такой момент интересный, который я заметил. Можно его в четвертый пункт записать. Это согревает очень хорошо. То есть, если холодно, вообще, вот сейчас как раз осенняя пора такая пошла. С утра вообще дома дуба. Вот сделайте этот комплекс. Лучше там любого бега. Сразу такая энергия, тепла какая-то приходит в организм. И она как бы долго сохраняется. То есть, эта взятность пропадает. Пятое, что могу сказать, интересный момент от этого комплекса. Это эзотерическая традиция этого комплекса, которая выходит с корнями в Тибет. И многие говорят, что вот именно он влияет на энергетические вихри, находящиеся в нашем теле. То есть, на чакре. Чакра лучше начинает работать. И это дает оздоравливающий, омолаживающий эффект. Поэтому, если вы верите в чакры и занимаетесь духовными практиками, то эта тема вам должна только помочь. Ну, конечно, консультируйтесь со своими врачами-учителями. Можно вам делать или нет. У меня пока что есть личный опыт и отзывы других людей, которые это практикуют. Но они в целом положительные. Дальше смотрите уже по своему самочувствию. Что касается пяти упражнений и одного дополнительного. Я вот для себя недавно открыл, где-то два месяца уже, я практикую метод Вимхофф. Это дыхательные практики. И как-то так сложилось, что я понял, что можно зачитать эти два метода. То есть, делаем пять упражнений из оковозрождения. И вместо шестого делаем практику, дыхательную практику по Вимхоффу, которая занимает в среднем 10 минут. И эти упражнения тоже занимают 5-10 минут. В итоге 20 минут в день вы делаете. И это полный заряд здоровья, энергии на весь день. В целом, так я рекомендую, что эту практику можно делать. Если у вас есть личный опыт этого комплекса, попрошу написать его в комментариях. Задавайте вопросы. Всего вам доброго. Пока-пока.